К международной повестке. Москва и Киев последние несколько дней активно принимают европейских политиков. Так, на переговоры с президентом Путиным отправился австрийский канцлер Карл Нихаммера. Со встречи нет фотографий, все потому что сложный разговор проходил по-настоящему за закрытыми дверями без присутствия СМИ. По данным пресс-службы Кремля, таким было условие австрийской стороны, а вот европейские же средства массовой информации настойчиво говорят о том, что канцлер Нихаммер не был дружелюбен по отношению к главе Российской Федерации и якобы политики даже не жали друг другу руки. И вот что интересно. В резиденцию президента Путина Нихаммер отправился сразу после того, как посетил Киев и Бучу. Оттуда, кстати, снимки есть. Туда же ездила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Адиль Болтабаев разбирался, почему европейская элита практически в одно время решила навестить конфликтующие страны. Западные политики один за другим, рискуя собственной безопасностью, посещают самую горячую точку на карте Европы. С интервалами в несколько дней там побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер Великобритании Борис Джонсон. Все они посетили Киев, а фон дер Ляйен даже съездила и в Бучу, где недавно погибли мирные жители. Здесь произошло что-то немыслимое. Мы увидели жестокий лик путинской армии. Мы увидели, с каким безрассудством и хладнокровим они оккупировали город. Здесь, в Буче, мы увидели, как сокрушается наша человечность. Весь мир скорбит вместе с народом Бучи. Глава Еврокомиссии пообещала Зеленскому ускорить рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз. А вот британский премьер Борис Джонсон, прежде чем давать какие-то обещания, погулял по Киеву и нарвался на своих украинских фанатов. Я так и радый, Борис. Я так и радый вас бачить. Я люблю Британию. Я купила для друзей из Польши вот таких петушков. Они были на бородянке на шкафчике, стояли. Вот такие вот петушки остались. Я хотела бы их подарить. Я из Харкев. Эти визиты – картина вдохновляющая. Но что стоит за первым впечатлением? Политолог Мурат Абулгазин не исключает, что так коллективный Запад пытается использовать против России уже проверенный сценарий. Исключу, что Соединенные Штаты имеют такой замысел, мощный геополитический замысел по втягиванию России, этот конфликт и повторить так называемый Афган номер два. Как в Советском Союзе так же был втянут, именно втянут, да, и доведет до истощения. После чего произошла смена режима и распад Советского Союза. Но этот шаг – не конечная цель Запада, убежден Абулгазин. Отключив Россию, Штаты и их партнеры сильно навредят Китаю, военному и политическому союзнику Москвы. И это для них куда важнее. А вот политолог Азиз Абишев европейских визитов в Украину видит прежде всего желание помочь. Искренне или нет, судить не нам, но вот то, что европолитики исполняют в том числе запросы своих избирателей, это точно, считает эксперт. Ну, может быть, Урсула Фондерляен больше экономически. Может быть, они смотрят о том, как бы оптимизировать украинские долги, гуманитарная помощь, финансово-экономическая поддержка, предварительные наброски плана восстановления Украины. Но со стороны Великобритании это скорее военно-политическая поддержка. Куда важнее другая риторика Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отошел от призывов к переговорам и заявил, что ситуация в Украине должна быть решена на поле боя. И это на минуточку слова главного дипломата Европы. Так вот, попробуй пойми, кто искренне желает скорейшего разрешения конфликта. Адиль Болтабаев, Ермик Махметов. Специально для студии 7.